Восьмой школе Сергеевки проведут замену более половины окон. На эти работы из областного бюджета выделят миллион гривен. Этой зимой в учреждении было холодно заниматься, и трудовой коллектив школы обратился к команде оппозиционного блока. Депутату был совета Роман Сенек инициировал и лоббировал необходимые обращения, и как результат уже в этом году будет установлено более 200 стеклопакетов. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Сергеевки, депутатов и трудового коллектива школы. Боимся даже их открыть в связи с тем, что они разваливаются. Они уже вышли из употребления. Школа с 89 года существует. И представьте себе, в каком состоянии окна, которые вообще не менялись. Нужно, нужно. И это очень большая помощь нам, и большая поддержка нам, и спасибо большое им. Наша команда оппозиционного блока, которая представлена здесь и в городском совете Белгороднестровского, и в областном совете, мы проделали большую работу. И вместе с, скажем так, с командой, которая работает непосредственно в Сергеевке, добились выделения с областного бюджета одного миллиона гривен, благодаря которому будет заменена большая часть окон. Также преподаватели обратились с просьбой заменить старые компьютеры для информатики. Депутаты обещали помочь с решением и этого вопроса. Современные программы требуют, конечно, оборудования уже совсем другого. Как минимум оперативная память, чтобы было 4 гигабайта, видеокарты, чтобы были более мощные, и можно было установить и графический редактор, и CorelDRAW, и Photoshop, потому что на данной технике работать сейчас с этими программами просто невозможно. Хотелось бы, конечно, чтобы эта техника вся была обновлена, но будем надеяться, что благодаря нашим депутатам, местным властям, мы получим все-таки желаемое. Ранее команде оппозиционного блока удалось инициировать выделение средств из областного бюджета на ремонт моста в Сергеевке, который проходит через Будатский лиман и связывает материковую часть и песчаную косу. Ранее мост был в ужасном состоянии, а теперь новый асфальт уже установлен, движение транспорта через мост перекрыто, впереди ремонт перил и укрепление. Это, наверное, какое-то чудо. Мост у нас не ремонтировался с 1972 года, никаких вложений в мост не было. После того, как, опять же, Роман Витальевич был избран по нашему округу депутатам облсовета, он начал инициировать этот вопрос, и мы начали работать в связке с ним очень плотно по ремонту моста. Конечно, была проделана колоссальная работа, мост был отремонтирован, на мост выделили полтора миллиона гривен, такого никогда в жизни не было. Отремонтировано и постелено новое полотно. В этом году мы из местного бюджета начинаем ремонт перил моста, потому что они тоже находятся в таком удручающем состоянии. На сегодняшний день мост перекрыт для движения транспорта, он только пешеходный, потому что есть ряд вопросов, в каком состоянии находятся сваи. Наша команда занимается изучением, мы сейчас смотрим, сколько необходимо денег для того, чтобы провести все исследовательские работы. Для такого курортного поселка, как Сергеевка, это главная артерия, которая соединяет материковую часть с песчаной косой, куда, собственно, едут все туристы, потому что здесь очень чистое море, здесь природа. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал Репортер.